Сегодня в выпуске я покажу вам красивый водопад и дорогу к нему. Еще мы с вами пройдемся по-настоящему смертельной дороге, которая закрыта. И еще откроем купальный сезон. Ставьте лайк выпуску и погнали! Ну что, друзья, мы начинаем непосредственно с водопада Пайзи Дракона. Мы здесь были в 19-м году всей семьей. Начну я с того, что покажу вам. Вот дорога на Красную Поляну. Там вот заезжаете, там есть разметочка, объезжаете и вот так паркуете. Здесь большая парковка. Сразу на что хочется обратить внимание, здесь есть место для отдыха, где вы можете прийти также с семьей, пожарить шашлычок, с видом на речку, порыбачить. Короче, здесь вот так вот очень классно. Соответственно, мы, чтобы пройти к водопаду, нужно идти немножко по дороге. Можно, конечно, сюда заехать на машине. Вот, например, как делает это вот эта машина. Но второй раз я тут, и я это делать не хочу. Поэтому мы идем с вами пешочком. Будем двигаться с вами ножками. А еще что хочется сказать. Вот у нас, например, сейчас там на берегу градусов, наверное, 16. Я так легко оделся. А тут, по-моему, машину глушил, показывал то ли 6, то ли 7 градусов. Слушайте, ну вообще достаточно холодно. Не знаю, насколько меня хватит, учитывая, что я хочу повыше еще в горы сгонять. Ну, посмотрим, посмотрим. Недавно у нас был снег, здесь все было засыпано снегом. Соответственно, дождики, видите, так вот все намыло. Мне очень хочется измазаться, но посмотрим, что у нас из этого выйдет. Ручей горный. Так, ну и вот, собственно, водопад Паде Дракона. Шучу, конечно. Это просто какие-то стоки стекают с гор. В общем, мы сейчас перешли железнодорожный мост и направляемся дальше к водопаду. Здесь, в принципе, такая история, что здесь все обозначено стрелочками и заблудиться невозможно. Вот, видите, раз стрелочка. Дальше, вон, видите, зеленая стрелочка. В принципе, здесь, короче, есть все знаки. Пойдемте туда. Когда мы ходили сюда в девятнадцатом году, мы ходили, получается, летом, тоже после дожди здесь. Мзым-то была так вообще грязная. Она вышла из русла. Вот этот вот лесочек весь, он был, естественно, в зелени. Он был настолько плотный, что реку видно не было. Ух ты! Камни вот эти, они, ну, они как-то более закрыты были. Я не помню, что были вот прям трочащими. Так много. А вы можете вот заметить, везде, видите, стрелочки. Везде есть указатели. Дорога, соответственно, да, на Красную Поляну и из Красной Поляны. Вот. А нам нужно, соответственно, двигаться с вами туда дальше. После этой истории, ребятки, мы сами попадаем вот в такое пространство. Здесь уже бетонная тропинка. И тоже есть везде указатели. Везде вот эти стрелочки, идем вдоль реки. Вот, говорю, мы были летом здесь вот этот... Настолько пышные вот эти деревья, что реку вообще не видно было. И мы из-за того, что они все пышные, мы туда даже не спускались. Хотя сюда спуститься тоже можно. Ну, вот так вот. Прикольно. Каждое место в свое время года по-своему, по-своему классное. Короче, идти нам вон туда до конца. Вон там вот мзымточка такая спокойная. А вот здесь вот посмотрите, какие начинаются пороги. Смотрите, кайфово, да? Что, ребята, мы с вами сейчас непосредственно дошли вот до таких ступенек. Когда мы здесь были, здесь вообще просто коричневые массы спускались с гор. И воды было... Блин, ну, по-моему, вот до сюда она точно поднялась. Я сейчас вставочку сделаю, посмотрите. И было опасно, мы так шли с детьми вообще. Нам еще встретились люди. И они, мол, такие говорят, да ну, да вы что, да не надо сюда ехать. Вообще, ну, типа идти не нужно. Хрен вы пройдете. Ну, мы решили, все равно надо идти. Так, ладно, друзья, давайте дальше смотреть, какая здесь дорога. Вот видите, в принципе, все достаточно... Ну, хорошо сделано, все безопасно. Можно идти и наслаждаться. Так, дальше мы с вами попадаем вот на такой мост. Так, дальше у нас подвесной мост, который нереально шатается. Слушай, нифига, смотрите, какой здесь хлопс, отошел он. Нифига себе. Да, и очень-очень красивая река. Дальше идем. Что, мы с вами добрались до тропы, которая уходит вверх. Здесь вообще обычно сидит человек. Вы ему платите за вход. Но сегодня, видимо, ее бы нету. Но если будет, то мы тоже дань подкинем. Ладно, друзья, пока смотрите, какие шикарнейшие виды. Здесь вот экскурсионные уазики. Не знаю, мы, наверное, все равно там одни сейчас будем на этой тропе. Поэтому погнали. Короче, мы когда шли в 19-м году, здесь настолько был сильный... Ну, как это назвать? Потоп, наверное, да? Воды прям так жестко сходили. И вот отсюда, вот из этих труб прям хлистала вода. Мы все так жестко намокли. Вот горная речка. Да, сейчас это все смотрится гораздо по-другому. У нас начинается подъем. Здесь вот так все оборудовано, достаточно безопасно. Единственное, что если вы идете после дождя, либо в дождливую погоду, все ступеньки превращаются в очень-очень скользкие. И, как всегда я говорю, обувь должна быть максимально безопасной. Не так, как я хожу в каких-то обычных кроссовочках, либо вообще в тапочках. Смотрите, смотрите, сколько здесь там шито. Ой, какая красотища, друзья. Так, ладно, давайте подниматься. Мне вот безумно сейчас интересно, когда мы дойдем до водопада Пасть Дракона, каким он будет. Потому что, когда мы были там, мы были после сильных дождей, и оттуда столько тонн воды вырывалось просто каждую долю секунды. И человек, которому мы платили за вход, он нам так и сказал, что очень-очень много лет не было вообще такого водопада. Обычно там течет обычная такая струечка, люди туда прям проходят, а мы даже близко не смогли подойти. Вот эта вот горная река, она превратилась в такое месиво, что я тоже тогда говорил, что не дай бог сюда сорваться, не дай бог туда упасть. Все, будет хана. Здесь нужно идти вот в такой позе, друзья. Мы сейчас вместе с вами встретили большую колонну туристов. Это, видимо, как раз их ждут те оазики, которые там снизу припаркованы. Людей действительно много. Был один ребенок, поэтому маршрут предназначен ходить с детьми. Да, здесь скользко, люди идут подскальзываться, потому что просто приезжают и идут на экскурсию, не специализированно в поход. Вот здесь есть стрелочка, то есть заблудиться, как говорится, свернуть с тропы не туда у вас точно не получится. Всегда идете туда. Я у них спросил, что там есть, что это от водопада. Они сказали, да, там сейчас очень красиво. Я им рассказал свою историю, как непосредственно я ходил, когда там тонны воды спускались. Так, видите, люди еще продолжаются. Сейчас будем пропускать. Что, продолжаем? Так, не, не продолжаем. Еще люди идут, будем пропускать. В общем, здесь есть некая такая вот проблемка, то, что дорога очень узкая, очень скользкая, и нужно пропускать друг друга. Вот видите, как спускается? Ну что, очень скользкая. Так, ну что, давайте продолжать. Видите, коряка какая-то торчит. Ну, типа максимально все приближено, да, к природе, но заборчик поставили. Главное резко не поднять голову и не удариться об угол. Так, ну а тут уже, видите, дорога начинается вниз, потом опять немножко вверх, потом опять немножко вниз. В общем, вот такая вот вся у нас с вами дорога. Посмотрите, какая красотища. Вот первый такой водопад, если его можно назвать, да? Вот такое вот русло. Посмотрите, какие потрясающие виды. Аж дыхание застывает у меня вообще прям. Мощь вот этих гор, это, конечно, великолепно. Ладно, пойдемте дальше с вами. Вот так вот мы по трубам сейчас шагаем. Видите, опять тропинка. И я уже вижу этот водопад. Ребята, слушайте, но он сейчас действительно настолько красивый. Вот он красивый, он сейчас такой дельный. Вы гляньте, потому что это просто струя воды, которая чистая, прозрачная, спускается, холодная. Да, тогда, когда мы были, это было просто, ну, я не знаю, грязь, но такой водопад тоже стоит видеть. А это, конечно, вообще замечательно. Это и не струйка, как говорится, да? Какой кайф, а! Ой, ребятушки, посмотрите, какая здесь охренительная природа. Я вот не знаю, как вам, но мне всегда очень жутко, очень стрёмно в таких местах находиться. Еще и когда один, потому что, блин, я не знаю, у меня такой, наверное, как вам правильно, порог страха, что вот природные вот эти штуковины, я, конечно, очень боюсь. А у меня какая-то вообще пещера. Ну, как вам, друзья, этот водопад? По мне так он прекрасен, если вам водопад зашел. Лайк обязательно поставьте и двигаемся с вами в другую точку. Погнали! Спонсор данного выпуска – магазин мини-диванов. Шикарный вариант для вашего ребенка. Все диваны с ортопедическим основанием и имеют ящик. Отличные решения для маленьких комнат и балконов. Диваны в наличии и доступны в день заказа. Также есть рассрочка, доставка по всей России и самовывоз. Ссылку на инстаграм мини-диванов оставляю в описании. Ребятушки, мы сейчас с вами приехали в одно место, которым многих пугают. Да, оно выглядит жутковато. Но мне, конечно, очень хочется туда сходить. Оно экстремальное. Ну и, конечно же, я хочу посмотреть, что оно из себя представляет. Это старая Краснополянская дорога. По ней давно не ездят машины, люди не ходят. Она считается одной из самых опасных дорог в России. Хочется посмотреть, что там, а вы со мной погнали. Раньше, представляете, здесь ездили машины. Здесь сохранился асфальт нормального качества. Да, вы сами можете заметить. Мы посмотрим, что будет дальше. Опасно для жимзник, камнепад, обрыв. Особо охраняемая территория. Ведется видеонаблюдение. Проход строго запрещен. Да, в простонародье ее назвали «Господи, пронеси». Потому что здесь, вот видите, обрыв. Есть вот эти отбойники. Видали, что творится? Смотрите, сколько тут камней. Блядь, страшно, конечно. И вот они, видимо, как упали. И все, нахрен, здесь пробили. Я буду идти побыстрее, потому что, не дай бог, что-нибудь упадет. Видите, как стрёмно? Огромная скала. Надо, конечно, смотреть вверх. Если у тебя, на тебя что-то, блядь, такой кусок. Слушайте, блядь, ну стрёмно, 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 стрёмно. Смотрите, что творится, да? Вот так вот. Вот такая вот тропа. Здесь, видите, была разметка желтого цвета. С вальцем, вот видите, трещина. Скорее всего, вот этот кусок когда-то тоже упадет. Но это не точно. Ни хера себе там туннель. Нет, я в туннель не пойду. По-настоящему стрёмно. Стрёмно идти тут. Одному это вообще жутковато, конечно. Я не рекомендую сюда ходить в одного. Во-первых, тут ни хера никого нету. Во-вторых, здесь действительно вот эти, возможно, камнепады. Вот они, камни. Явно, что они откуда-то падают с высоты. Слушайте, это жёстко. Я не знаю, стоит ли, видите, сколько камней. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, давайте пойдём с вами всё-таки. Я готов рискнуть. Я готов пойти. Но будем разговаривать очень тихо, чтобы ничего не произошло. Блядь, как тут страшно. Вы себе представить даже не можете, насколько мне тут, ребята, стрёмно. Одно дело, ты на мотоцикле. Ты можешь реально быстро газануть. А другое дело, когда ты пешком. Я иду просто. Я реально, я уже ускорил шаг, потому что, блин, ребята, здесь по-настоящему страшно. Фу, правильно, знаете, во многих пабликах пишут, а вы бы рискнули пройти по этой тропе. Да, ребята, вот это жуть, конечно, слушайте, просто. Блядь, вы посмотрите на эти громадины. Это же просто охереть можно. Фу. Да. Единственное, что я могу вам точно сказать, что когда вы идёте по этой тропе, нужно быть вообще на чеху, потому что камни могут упасть из ниоткуда. нужно быть готовым побежать, но я вообще не рекомендую ни в коем случае ходить вам на эту тропу. Видите, как бы лыж не попал. Я думаю, что с гор они летят с такой скоростью. Особенно, особенно не вздумайте сюда ходить, когда происходит таяние снега. Я попробую здесь ускориться, ну, потому что нужно. Потому что стрёмно, и все эти камушки, которые лежат, бля, не дай бог тебя настигнет, то это всё, это хана. Ребята, всё в камнях. Всё в камнях. В любой момент реально всё может упасть. Блядь, страшно да безумие. Я буду ускоряться, потому что это дичь. Ещё туннели. Блин, мне так жутко от этого места. Адреналин Посмотрите, сколько камней. Ниже видно, что недавно упали. Нереально. Пересохло в горле. Блин, это я не знаю. У меня, знаете, сейчас ноги такие ватные. Видимо, от того, что я быстро иду, от того, что адреналин очень жёсткий. Вот это нас с вами занесло, ребята. Господи, принеси. Ну что, ребята, мы прошли эту тропу. Блин, сказать, что я охренел, вообще ничего не сказать. Это по-настоящему страшно, стрёмно. Я не рекомендую дойти. В следующем выпуске я вам покажу этот адреналин от начала и до конца. Сейчас были кусочки. Это очень и очень стрёмно. А мы сейчас с вами отправимся на третью точку, но это не реально. Мне как-то нужно добраться до машины, потому что второй раз, ребята, туда я точно не пойду. Ну и, конечно, мы с вами, друзья, приехали к морюшку на наш один из самых любимых пляжей в Сочи, потому что здесь всегда малолюдно. Здесь можно прямо на пляже пожарить шашлычочек. Здесь есть кемпинги. Ну и посмотрим, атмосферу, как здесь сегодня. Смотрите. Гляньте, какой пустой у нас пляж. Вот так вот, друзья, всё это выглядит пляж Крылья Балтики. Вот там начинается Абхазия, вот это уже Гагры, Абхазские горы. Здесь летом функционирует кофея, ещё кофея. Ну а пока здесь всё, друзья, вот в таком вот виде. Есть вышка для спасателей. Этот пляж, я неоднократно говорил, он дешевле, чем все пляжи в Сочи, чем все пляжи в Памеритинке. Здесь лежаки в два раза дешевле, вода мороженая, ребята, всё дешевле. С детьми здесь по кайфу есть небольшое вот такое вот пространство с песочком. Ну здесь действительно классно. Блин, такой ветер сильный поднялся, ай. Ну пойдёмте с вами подойдём к морюшку, посмотрим. Здесь есть зоны отдыха мангальные, у нас был как-то конфликт с чуваком, который охраняет вот этот кемпинг. Кемпинг находится вот здесь за забором, он с нас начал трясти, короче, деньги. Посмотрите выпуск, что думаете, здесь подсказочка будет. Ну и морюшка, друзья. Да, что сказать, цвет кайфовый. А вам посмотрите там сколько-сколько много рыбаков. Там вот начинается меретинка. А мы с вами здесь. Этот пляж, конечно, он не совсем прям вау туристический, потому что сюда надо добираться только на машине, потому что пешком идти очень долго. А если даже идете пешком, что там дорога такая, что постоянно стоит пыль от проезжающих машин, ну короче, это сложно, поэтому если выбирать, то либо на такси, либо на своем автомобиле, ну либо там хоршеринг, может, какой-нибудь у вас. Вот. Собственно, ну так вот, но этот пляж кайфовый. Всем, кому я советовал его, кто останавливался, приезжал в Сочи в 20-м году, все, конечно, кайфанули. Ох, еще нас чуть волной не хлестануло. Так, надо отсюда уйти. Классно тут. Очень классно. Тихо, спокойно, прям кайфушечки. Такое, да, здесь уединение прям. Ну что, я готов, ребята, зайти, окунуться, открыть купальный сезон. Вообще холодно. Ёпсель-мопсель. Короче, наша задача с вами быстро окунаемся и отсюда нахрен выходим. Блядь. Так, давайте вниз головой. Ой, какая волна идет. Да, друзья. это очень холодно. Но сезон купальный открыт. Нет, давайте еще раз. Сейчас волна пройдет и попробуем еще раз с вами. Это называется азарт. февраль. Февраль. Второе число. Купальный сезон открыт. по кайфу. По кайфу. кайфу. Кому интересно. Подписывайтесь на канал. Самое главное. Ставьте лайк. И до новых выпусков. Увидимся уже с вами очень скоро. Всем пока.